приехали установились и как раз все то что доктор приписал пивко орешки яблочко бананчик coca-cola и шоколадка приветики народ доброе утро вы находимся километров приблизительно не знаю сколько километров за 200 буэнос-айреса мы делаем себе маленький мини-вокассиор с маленькие каникулы мы едем со светой сняли домики едем отдыхать в кордову света в кордове никогда не было я был только один раз и мы решили 10 дней провести в кордове сейчас мы осталось это 150 километров до росарио это капиталь то есть столица провинции санта-фе а потом оттуда пауз дальше поедем на кордове периодически мы делаем остановки понятно даже всяких заправочках пошли а где когда наносит мы остановились на заправке 50 километров осталось до города кордова довольно жарко немножко устали ехать все-таки как-никак наша поездка где-то 750 километров не осталось около сотеная но меньше уже до самого конкретного места трасса до провинции санта-фе до этого сама росарио от буэнос-айреса в основном 120 по изредка знаки где притормаживать там поселках от росарио и до кордовы вот идет трасса скоростная дорога везде 130 никаких уменьшения знаков нет кроме на мест где платить за дорогу а так вот топе 130 не ямки прекрасная дорога новая но очень классная дорога к бензин чуть дороже за городом чем в городе то есть если в городе где-то 360 за литр за городом где за 380 за литр то бензина которым я заправляюсь песо здесь уже как весну попали знаете в буэнос-айресе еще зима то есть официально весны еще целый месяц ну до 21 сентября сегодня 1 сентября а а здесь 24 градуса и тепло тепло едем с кондиционером включены европейские эти самые кпс и чпс не работают не понимают столько расстроили новых дорог что они не понимают куда ехать то развернитесь то возьмите левые то правее возьмите то пригодится ехать по коэти по картелям так что я занят рио куда карлос пас где гуэнос-айрос это написано мы видим гуэнос-айрос наконец-то после города города вы именно появились горы и спуски а до этого все время такая равнина поле прямо как интервью поля коровы больше ничего 900 метров если у вас тормоза не работает то есть такой типа карман карман безопасности куда можно ехать чтобы тормоза не работает приготовьтесь прыгать приготовьтесь прыгать это 80 вон карман безопасности справа находится видите под волос если что туда направляешь машину и она затормозит карту спас карту спас карту закрывает у меня одна штука из которой закрывает мне ну антирадар закрывает как раз и поворот какой вот этот антирадар мне закрыл его вот вот в в фарбе все что мы приехали мы хотели именно тишину поселка такого чтобы птицы были, и 10 километров от туристического городка Карлос-Пас мы находимся. Потом я оставлю номер телефона, где это находится, и смотрите, какие в них домики издаются. Мы взяли самый большой домик, потому что мы хотим отдохнуть на просторе, чтобы не как в квартире было. Но есть меньшие домики, на маленькую семью, мы на большую семью. Хотя мы приехали вдвоем, но мы хотим, чтобы было, где гонять, друг за дуром. Да. Ты рассказывай, я просто объясню, я покажу, что есть. У меня тут, что очень хорошо, как бы, и нравится, это то, что здесь вот уже конец поселка, а рядом у тебя природа. То есть мы из города, с Буэра-Сайерсом, как бы, нам вот этот шум, и все хочется отдыха. Соответственно, смотрите, все, в принципе, для такого отдыха интересного есть. Фризер, пожалуйста, рыбку будешь ловить будешь. Я знаю, когда он холодный. Ну, он сказал, что он включил, то, что он, наверное, еще пока... Вот, пожалуйста, стол для шестерых человек. Да, то есть можно приезжать в компании большой, можно несколько, пару семей, может, в этот домик. А нет, то есть на меньшей домике здесь, у него целый, как бы, комплекс этих домиков. Одна спальня, получается, здесь двухспальная кровать, правильно? Да. Вентилятор. Здесь вот такой шкаф. Так, дальше. Душ, туалет. Душ, туалет, умывальник. Душевая здесь. В принципе, все чистенько, аккуратненько. Да нет, здесь хорошо. Туалеты. Убрано. И еще одна спальня. Да. Мы будем здесь. Видишь, нам здесь полотенечки оставили, мыло. Кровать. Выход на балкон, меня вообще, вот балкон просто. Сейчас идем, так, шкаф, пошли на балкон. Ну, телевидение, которое, в принципе, мы выключили сразу, говорит, вай-фай есть, сейчас я найду этот самый. Вот, обогреватель. Обогреватель на газу, смотрите, такой баллон, включаешь, зажигаешь электричеством, ну, в смысле, здесь искра, это педрый элемент. И обогреваешься. Если нет, вот такая печка на дровах. Тоже сказал, что можно пользоваться, берите... Саламандра. Саламандра. Диванчик. И вот наша прелесть. Да, тут мы будем жить. Во. Смотрите. Стульчики. Столик. Здесь еще скамеечка. Сегодня под 30 грамм. Да, повесить белье здесь можно. Дальше. Вот здесь такие соседи. Птички. Вот. И получается, вот бассейн, это тоже территория, да? Да, это наша. То есть можно купаться. Вот это весь комплекс, вот этот один. То есть там тоже Парижа можешь пользоваться, а там есть, ну, типа, бачишь, столики сидеть там, кушать, если не хочешь в доме. А вы показали Париж? Я не показала, сейчас покажу на выходе. Ну, вот Парижа есть. Сейчас покажу. Вот второй домик, у него меньше балкон, у него меньше территория. Под низом еще есть домики, несколько штучек. И вот это тоже вот домики, которые вот это все одного хозяина в этот комплекс. Воздух какой здесь хороший, да? Да, там горная речушка, отсюда 800 метров горная речушка. Потом тут еще есть пляж на этой горной речушке, такой местный. Река. Река. Ой, не знаю, кому речушка, а я буду возле бассейна сидеть. Ну, вот тебе есть чем заниматься здесь, смотри. Здесь ты проведешь 10 дней. Не здесь прям. Ну да. Ты мне говоришь, будешь таскать везде. Ну, вон горы, видишь? Эти все горы мы должны исследовать. Все? Ну да, там переедем на другую сторону гор. Там провинция, если отсюда прямо в ту сторону поехать, будет провинция Лариоха. Если в ту переехать, Сан-Луис, через горы переезжаешь, провинция Сан-Луис. Вот. Ну и другие поселки, я тебе хочу посмотреть и свете показать. Одним словом, тут где-то, говорят, 300 метров местный ресторанчик. Есть 600 метров, сказали, где покупать еду. И все, говорит, если что, туда поедете, там купите все, что вам нужно для покушать. И смотрите, люди так живут. Он не другого человека, тоже его домик, он бассейн, домик, бассейн, домик, бассейн. Все так. И вот сюда выходим, я же не показала в самом начале. То есть здесь можно... Вот еще у нас варгал прямо здесь. Да, выходим и здесь мангал. Вот такой хороший, да? Да, хороший, я его почистил. Все, вот еще почистил, убрать, разжигать угли. Ты его почистил? Нет, я скажу, я почищу. А? Вот, крепкий, не ржавый, ничего, просто он в этом жире. Так, ну все, пошли разбирать машину. Ребята, смотрите, с этой стороны еще вышли, спустились вот с балкона. Тут еще вот домики, это меньшего размера. Цены разные, так что надо спрашивать. Выходом на балкончик, в смысле на этот самый, вот прямо до бассейна. Воду потрогал, уже такая, что можно было бы и прыгнуть туда, хотя у нас еще зима. Пойдем дальше посмотрим еще. Можно посидеть. Вот еще один домик, который можно снять. Тоже можно посидеть под этими зонтиками. И еще есть такое патио, как бы, где можно тоже... Прийти, Париж есть. Смотрите. Вот еще домик. Снимать можно. Вот еще кабаня. Что, жизнь удалась? Да. По крайней мере, это неделя, надеюсь. Да. Не, ну, кто-то оторваться, смотри, мы сами в этом всем конце ехали. Сейчас жарко, потом чуть похолодает. Ну, ничего, какая нам разница. Крыша есть над головой, правильно? Потом снова потеплеет. Зато, ну, как бы, отойти головой, подумать о чем-то другом. Не только смотреть новости, новости, новости. Потом приедем, будем, новости, выборы и все остальное. Да, то у нас тут... Единственное, что здесь не очень сильный интернет. Я уже проверил сигналы, для того, чтобы стримить не сильный. Потому что видно окраина, село, окраина далеко от личных. Можем в городе будет стримить, когда он виден. Там и корнет может быть посильнее в городе. У нас видно? Думаю, что видно, да. Да, да, ну, тут видно. Приехали, установились. И как раз все то, что доктор приписал. Пивко, орешки, яблочко, бананчик, кока-кола и шоколадка. И смотрите, тишина. Я тут останусь жить.